здарова всем с вами старый и это очередная серия по таркову которую можно отрезать отнести к разделу гайд то бишь советы советы будут по торговле и по действиям в инвентаре можно сказать так то есть давайте посмотрим с вами вот есть у меня мой товарищ который в прошлый раз вышел из рейда вот принес я вот этот вот кедр сюда ну так лирическое отступление можно так сказать сразу на буквку р мы будем можем вращать в инвентаре предмет чтобы они занимали разное количество ячеек и прочего вот зашли мы в инвентарь сейчас поговорим о починке предметов потому что вот вы видите что у меня мой шлем моя броня они понесли некий урон соответственно их надо починить чтобы пойти в рейд следующий нормально починка происходит правой кнопкой выбираем ремонт и вот здесь надо смотреть кого именно выбирать то есть как мы видим например прапор наш он нам чинит бронежилет не до конца хотя нет он вроде до конца не чинит нам наш бронежилет вот терапевт он нам точно совершенно его починит до конца поэтому чиниться надо либо у терапевта это ко всем вещам относится либо у барыги цены у них одинаковые как мы можем видеть да да за починку так что ты кем ремонт и все отлично если мы выберем какого-то другого например того же прапора вот у него он теряет примерно там до 002 процента то есть мы тыкаем на ремонт у нас нас забрал конечно всего 7 рублей за починку но при этом у нас как вы видите вместо 40 стала 39 и 2 всего лишь наша бронь то скажем так еще что стоит отнести к работе с инвентарем можно так посчитать вот аптечка это салево которая показывал в прошлом видео соответственно она нам вот очень помогла наша эта аптечка на вообще всегда помогает очень хорошо и рекомендую рекомендовано хранить в альфа контейнер если у вас такой есть опять же да или если у вас такой будет так же как и вот этот вот супер мега ключ с ключом там разберемся чуть позже на скажем так гайде по карте таможня покажу где его можно найти однако повторюсь что лично я свой этот ключ нашел у бота в инвентаре так что такое тоже может быть значится так продолжаем разговор что еще касается работы с инвентарем сейчас на данный момент в игре мы можем зарядить например наш автомат да ну вот возьмем пп кедр тот же который мы видим он расстрелян в ноль значит я могу оперу нет не могу его перезарядить потому что я все свои магазины от него уже профукал где-то мы его можем разрядить он нам выкидывает сюда магазин и тыкнуть кинуть в него патрончики где-то мне тут вот соответственно это работает так также это работает с пистолетами с автоматами со снайперскими винтовками но это не работает с дробовиком то есть объясняю мы можем разрядить дробовик можем нет мы не можем разрядить дробовик отлично короче говоря объясню тогда по-другому для произведения зарядки патронов в магазин ружья нам надо подобным образом снять то есть вот смотрите сейчас я снял с него магазин и я не могу в него запихнуть патроны для этого надо его опять же снять засунуть патроны и прицепить уже на месте это вот почему-то с дробовиками пока вот такая вот херата происходит непонятное так идем дальше идем дальше дальше мы подходим к торговле уже непосредственно и к торговле именно оружием то есть в большинстве случаев мы не можем продать наше оружие торговцу там это будет прапор напрямую мы можем его продать только скупщику который берет за него честно говоря копейки это я сейчас тоже продемонстрирую значит для того чтобы продать прапору некоторые виды оружия опять же их нужно починить то есть то есть вот здесь мы видим что у нас 98 1 процента 100 имеет наш кедр мы учиним соответственно теперь по идее вот что калаш лежит идем в торговлю идем к прапору идем к прапору и как вы видите на нем есть цена то есть я могу продать за 10 с половиной тысяч там для этого надо выбрать соответственно продать перенести по рукам все нормально но продавать его не буду я лучше день про срок вот у нас также лежит калашник от калашник моего товарища который им должен вернуть продать мы его не можем то есть цены на нем нет идем опять же в персонажа в нашего пробуем его починить это не всегда может равно сработать это точно вот так же если у вас вещь какая-то сломалась на 99 и 9 процентов она починки не подвергается не пригодна для починки соответственно продать ее тоже вряд ли получится идем в торговлю и вот как бы что и требовалось доказать мы этот калаш также не можем продать непонятно критерии по каким это вот происходит но тем не менее тем не менее это так ну давайте тогда разбирать отдельно уже каждого торговца разбирать отдельные показатели стендинга и вообще чем он барыжет собственно прапор прапор как можно прочитать в описании барыжет на складах в основном оружием некоторыми вещами то есть у него и продаются патроны на практически все виды оружия продаются у него некоторые прицелы некоторые ствольные крышки ствольные крышки в основном на а ксу и приклад собственно такой же прицелы глушители разные виды автоматов у меня с прапором сейчас стендинг скажем так третий левел то есть я в этого товарища в бухал примерно полтора миллиона для того чтобы поднять стендинг для того чтобы появлялись вещи то есть изначально у вас не будет винтовки у вас не будет винторезовый сс не будет кедр б который с глушителем идет у вас будут только некоторые пистолеты вот автоматы м16 тоже будет но она конечно дороговато стоит он 70000 опять же у меня вот сейчас 67 потому что у меня с ним прокачаны отношения для того чтобы качать отношения надо ему что-нибудь впаривать надо у него что-нибудь покупать на общую сумму сначала это будет по моему 600 тысяч потом это будет где-то вот несмотря на то что написано 1 миллион это будет где-то в районе полутора миллионов надо будет ему чего-нибудь про на продавать скажем так ну как видите что не свои вещи он не покупает то есть там аптечки нафиг не нужны каски ему тоже нафиг не нужны потому что он ими не барыжет однако вот приклады магазины это все можно ему продать патроны некоторые вот так вот значит вроде как по прапору мы пробежались слегонца также у торговцев у всех есть время обновления то есть может так как здесь присутствует некая некие зачатки рыночной экономии экономики но экономия здесь тоже присутствует на самом деле вот рыночная экономика то есть если народ начинает кучами ему что нибудь продавать или покупать вот что гораздо более важно это покупать то есть у него может этот товар исчезнуть из оборота и придется ждать час каждый час он обновляется до тех пор пока не появится нужный вам товар скажем так совсем недавно это приводило к тому что например после обновления торговца в течение минут десяти у него разбирались все бронежилеты на если ты не успел то тебе приходится ждать час также у нас тут присутствует терапевт терапевта можно найти кучу кучу ключей только наверное у меня их нет сейчас потому что у меня с они не не прокачан даже первый уровень то есть вот мне надо в вкатить 200000 но на что их тратить у нее я не знаю честно говоря я в нее вкатил только 80 после первого уровня у нее появляется аптечка салева здесь можно покупать и по моему какие-то виды ключей у нее также появляется это все вот справа в инвентаре у меня это все ключи от общаги то есть для того чтобы ее полностью облутать вам нужен такой завидный комплект ключей терапевт дальше идет у нас скупщик скупщик вообще тварь редкостная то есть ценам что и вот проще удавиться чем ему это продать и смотрите вот калаш м к заряженной с прицелом всего 7000 стоит дробовик полторы тысячи при том что дробовик отремонтированный нормальный можно продать прапору если он его возьмет в районе 13 10 13 тысяч также у скупщика присутствуют вещи которые идут на обмен то есть например рукоятка затвора р.п. это нам надо вот выбрать купить рукоятка затвора вот рукоятку затвора он меняет на три банки кока-колы причем именно кока-колы там так тарков кола она по-моему называется 3 точнее ствол под глушитель для тэшника он меняет на 3 изоленты и 4 сникерса слиперса то есть все это надо вот ему принести вот видите тут маленькой запасе и делаю также у меня там есть коняшка валяется коняшка я не помню там тоже что-то она нам дает и еще интересные вещи например переходник для акашника стоит 100 баксов у меня 100 баксов нет сейчас у меня в инвентаре вообще их нет они у меня в сумочке здесь припрятан у что-то порядок баксов 30 а например какая-нибудь другая вещь скажем цевьё рс-47 для ака она стоит 125 евро и это опять же уже отдельная тема это отдельные деньги и просто так вы их не возьмете плюс ко всему у него присутствует просто огромнейший выбор всех товаров то есть все что ему скидывают вот кстати не изученный предмет неизвестный мне его надо изучить чтобы я понял что это такое изначально при первом входе в игру у вас все предметы будут не изучены большинство 99 процента не придется по каждому так вот изучать вот мы видим здесь у него 20 я это цевьё которое валялось мы прошлый раз когда я бегал на заводе показывал вам карту мы нашли примерно такой же от вот такой вот мы нашли от дробовика и прикол состоит в том что для того чтобы с него снять можно было вот эти фонари там и прочие там накладочки всякие разные нам нужно соответствующее оружие то есть вот в данном случае нам нужно м к если нашел такой цевью я я бы его поставил себе на м-ку снял бы с него все и вернул соответственно себе то что мне нужно а вот эти все вещи продал бы по частям и продал бы не ему потому что я не знаю тысяч наверное за 9 может быть продавалась а стоимость его девяносто четыре с половиной тысячи козел ломит то есть это вообще жесть полнейшая вот так же у скупщика иногда можно найти тот самый мега ключик стоит он в районе 20 очки это так имейте ввиду что можно можно это найти не только на таможне не только у ботов но появляются так полагаю не редко весьма вот так что разобрались мы со скупщиком смотрите кстати от стволом продает за один кулер есть есть в принципе смысл всякое барахло таскать но только то которое тебе нужно то есть вот глушитель для т.т. он стоит две коняшки надо ему две коняшки принести можно обменять скупщик тоже скупщика качать это жесть у меня он опять же не прокачан там 49 тысяч я в него всего влила надо влить в него больше миллиона это довольно сложно сделать на первых парах посему мой такой совет наверное в первую очередь нам надо качать федоровича то бишь барыгу почему потому что у барыги у нас присутствуют бронежилеты и всевозможные сумки и разные также лабуда прицелы честно говоря нас особо не интересует потому что их можно найти на локациях соответственно и чаще всего прицелы идут именно на продажу так как они стоят немалых сумм и после прокачки первого левела у барыги сейчас у меня барыги 3 3 до помнил или 2 там какой-то в общем полностью он у меня по моему прокачан у нас появляется легкий бронежилет который стоит порядка там 17 по 18 тысяч и шлем кивер это пока что единственный шлем который присутствует в игре но штучка полезная после того как вы вкачиваете в него порядка двух миллионов или чего-то такого у вас появляется открывается бронежилет 6b 43 6 а или же defender как он назывался ранее это тяжелый бронежилет на самом деле он приносит довольно ощутимую пользу в бою но есть одно но бронежилет не защищает ноги соответственно если вы видите человека в бронежилете в тяжелом в каске старайтесь лупить его по ногам на худой конец даже если он вас замочит у вас остается шанс того что вы переломаете ноги выведите их из строя пустите ему кровь и товарищу придется ковылять быстренько до выхода чего он может не сделать не успеть сделать потому как соответственно как уже говорилось мной ранее аптечка в таких случаях не действует ну и соответственно появляется 3 zip это большой рюкзак самый большой который есть на данный момент в игре в него влазит стволы то бишь в него легко можно положить дробовик он занимает пять слотов по диагональ по какой диагонали блин поэтому самому по горизонтали вот либо например калашников автомат либо мк они занимают соответственно 10 лотов то есть два у нас получается пять на две клетки вот с этим рюкзаком наверное надо ходить когда есть шанс того что хотя бы может быть кто-то подхватит его если вас убьют и унесет это вот у мы видим приклад который стоит всего лишь 11000 в то время как его товарищ у нас скупщик продает за 100 баксов так что вот этого персонажа я рекомендую качать в первую очередь для появления у него брони то есть чтобы вы могли себя хотя бы хоть как-то защитить потому что без брони ой чуть не купил приклад без брони игра становится весьма и весьма быстрый вот наверное и все что можно вкратце рассказать по торговле по системе торговли то что надо вливать в товарищи денег я вам сказал надо у них покупать надо у них продавать надо им продавать тогда вы сможете принципе довольно быстро это все делать прокачать ну собственно на этом все гайд по торговле я думаю что закончен если что-то непонятно задавайте свои вопросы отвечу на них в комментариях либо где-то уже возможно в последующих стримах или записях покажу наглядно как это выглядит ну а пока с вами был старый это был escape from tarkov всего хорошего всем удачи